дорогие мои зрители я очень рад вас всех приветствовать на грибном канале дмитрий сава сегодня 25 сентября и мы с вами находимся в лесу днепропетровской области по пути сюда я шел сквозь молодой сосновник нашел пару маслят но не стал там останавливаться потому как маслятную грибалку считаю не особо интересной мне же нужен дух путешествия азарт неожиданная радость от запоминающиеся находки а маслята собирать это как картошку копать очень интересно вот она радость неожиданность разве это может сравниться с тем чтобы мы найдем даже хотя бы и семью маслят конечно нет красничок погода нынче непредсказуемая то холодно то жарко то дождь проливной то вот солнце сегодня сейчас она немножко спряталась уже но можно отметить то что сейчас календарная осень совпадает с биоритмами природы и вот прямо с начала сентября все почувствовали начало осени место примечательно тем что как вы можете видеть одиноко стоящие осенники находятся а также участки хвойного леса обратите внимание друзья на старом дубе растет печеночница или печеночный гриб то как любит его называть я его возьму в этот раз вот его ножка была часть которая уже так сказать задеревенела мы обрежем а вот эту часть возьмем я гриб этот уже пробовал в прошлом году мне зашел и вышел нормально тоже очень богат витамином c такой слегка кисленький ну в общем я вам все потом расскажу а пока спускаемся вглубь болотца где сразу же обнаруживаем молодых темношляпых подосиновиков открытая местность здесь довольно продолжительное время я уже хожу по лесу и зашел в какой-то такой местяк никаких благородных грибов здесь не растет кроме зонтиков сейчас пожалуй уже мысли такие закрадываются набрать зонтов и домой но это будет совсем не интересно настроение начинает портиться кстати насчет зонтов в орлике мы все-таки набрали шляпочек и дома я готовил новым для себя способом почему все эти танцы с бубном если можно взять шляпку зонтика просто под проточной водой помыть соскрести с него чешуйки и просто ладонью отжимая воду прижимаем эти пластинки если шляпка большая можно порезать на кусочки удобные для вас макаем каждый кусочек уже в подготовленный кляр в кляре содержится яйцо соль и перец и все на сковородочку на растительном масле очень вкусно а то я раньше там целлофанчиком застелил молоточком побил типа отбивнушечка наконец-то друзья мои то зачем я сюда пришел с вами прекрасный белый гриб почему-то очень очень редко встречающийся в этой местности теперь я понимаю почему я здесь практически никогда не бывал сильный такой ветер поднялся я уже вышел на знакомую мне местность я знаю что там есть болотце интересное сейчас мы следуем туда честно говоря вы уже можете видеть по мне я уже замучился ходить часа два или три я уже тут петляю для успокоения набрал себе зонтов кроме тех грибочков которые вы видели видимо народ здесь пробежал но кое-что мне оставили это маленькие подосики я уже решил что это местечко будет крайним на сегодня попытаем удачу здесь очень часто сейчас попадаются дождевики и поэтому выйдя на эту открытую местность мне показалось первым делом что это они есть но это друзья мои самые настоящие подосиновики просто белоглавые альбиносики здесь их большое количество сейчас сами в этом убедитесь среди них конечно же непропустимый подберезовичек подберезовичек вот эти словно яйца подосиновички белоглавые действительно как яички кукушки кукушки подберезовичек вот совсем крошечный оставим его главное не наступить конечно набить корзину такими грибами очень сложно сами понимаете но еще пока никто никуда не уходит думаю повстречается еще место где никого не было при выходе listener соответственно для поверхности господ diyorum а у советники рекоменда обв様 сот 스 ived грибами о Дождевички С ними я чуть было не спутал Подосики Ниженькие уже болять Но я Как Великий боксер Майк Тайсон Который говорил Что Он отжимается До болей И потом еще 10 раз Так я с грибами До боли в ногах И потом еще 10 грибочков Я привык что мне Раньше легко все давалось Но сегодня сравнительно Трудовая грибалка Старания конечно же Вознаграждаются Кстати говоря Это даже не болотце Это просто ямка Ямочка Просто в этой ямочке Немножечко осинок Зайдем-ка туда Где больше осинок И поищем Настоящие болотцы Сложность состоит в том Что очень тяжело Проходить Вот такую местность Здесь высокая трава И Неровная поверхность Грунта Ноги постоянно Подворачиваются А вдобавок Еще стало Жарко Не нужно было Так легкомысленно Ко всему Относиться И не брать С собой Даже попить В роте Пересохло И в очах Темнее Чем же Вознаградит Нас Это болотце Мы видим Молоденькие Подосики С толстыми ногами Ой Тут вообще Маленькие Катя Была бы рада Таким находкам Жаль Что Она С Максимом Заболели И я сегодня Гуляю один Температура Короче Признаки Короны Надеюсь Что это Не она Конечно А простая Сезонная Хворь Бедняга Придавила ему Бошечку Хорошее Количество На такой Маленькой Площади Все эти Размеры Указывают На то Что здесь Уже Прошли Люди Не так Давно Но После Их Ухода Успели Вырасти Вот эти Пупсики Некоторых Пупсиками Язык Не поворачивается Называть Такие Толстички Жирдосики Расшатываем Потихоньку Вытягиваем Это Плодовое Тело Потому Как Его Нога Уходит Вглубь Видите Что Касается Этого Его Проще Взять В руку Ведь Он Крупный Вот Так Я Уж Было Пробежался Вокруг Этого Мелкого Болотца Лужи Стал Возвращаться Назад Смотрю Характерная Статура И там Тоже Как так Сразу Их не Увидеть Крупняки Какие Стоял Здесь Мечтал А они Под носом И Прошелся Уже Здесь Несколько Раз Вот В чем Прикол Они Вот Некоторые Экземпляры Прямо В камыше Сидят Выглядывают Короче Их Выдал Один Парень Сейчас Я его Покажу Отдохните Здесь Вот Этот Парень Их Выдал Самый Причем Неприметный Вижу Еще Вот Мастера Маскировки На первый Взгляд Грибов Нет И тут Открывается Чудо Это Все На одном Месте Вот Тут В камыше Подлохматившись Маленько Движемся Дальше Ой Пора Заканчивать Это Само Истязание Сейчас Проверю Еще Вот Эту Низинку И Наверное Нужно Двигаться В сторону Авто Не понимаю То ли Кто-то Грибы Эти Не знает Повалил И Пошел Дальше А их Посмотрите Множество Подосики А Это Наверное Он их Не увидел Он Раздавил Примемся Уже За Извлечение На Мариновку Маленькие Экземпляр Песня Чистить Особо Их Не нужно Достаточно Немножко Поскрести Им Ножку И Помыть Хорошенько Этот Прям Гулливер Среди Этих Лилипутов Наконец Мы Приближаемся К дороге Какой Красивый Вид Ведь Как все Получилось Мне просто Понравилось Место Я остановился На дороге Вышел И пошел Как настоящий Джентльмен Удачи Сбор Я считаю Результативный Не так Как Прошлые Разы Но Не все Коту Масленица Ноги Гудуть Уяснить Золомы Леж Я могу Назвати Себе Счастливым Если вам Понравилось Бродить Со мною Ставьте Лайк Подписывайтесь Оставляйте Комментарий Это Помогает В Продвижении Канала И Всем пока До новых Волнующих Встреч Продолжение следует